Сегодня будет у нас первое видео Семинар обобщающий по методике оценки нематериальных активов Вещь по сути уникальная Я бы сказал так Она не просто уникальная, она базовая То есть по сути, если нет моны, то нет результата Откуда вообще появилась мона? Расскажу несколько минут о том, что это такое и откуда она появилась Значит, дело в том, что так было всегда Вы просто об этом, так сказать, не знали Ну, или от вас это тщательно скрывали Мировое сообщество Что, в общем-то, по сути своей Миром правят интеллектуальные активы То есть миром правят несколько вещей Интеллектуальные активы это фундаментальная вещь, которая правит мир Мы уже неоднократно с вами разбирались, что человек, который заканчивает вуз Он выходит в мир Обычно без наличия интеллектуальных активов И вынужден где-то их брать, приобретать, покупать Для того, чтобы иметь возможность разрешения вообще деятельности По сути, мы имеем с разрешительной функцией моны Делать Давайте возьмем что-то в качестве примера, чтобы было понятно Самый простой пример это, скажем так, молодой инженер Он заканчивает вуз, преисполненный, так сказать, энтузиазма Работает, прийти на предприятие на какое-то И хочет заниматься бизнесом, как все люди И тут ему говорят, нет, дружище, так нельзя Он говорит, как, я отдал 10-15 тысяч долларов за высшее образование, как нельзя Ну и нет Как нет? Нет Ну, мне же сказали, что когда я заканчиваю вуз, я уже могу нормально работать Он говорит, да, ты можешь работать у кого-то Сам ты работать не имеешь права Как не имею права? Вот так Ну, я хочу продавать Бош Бош принадлежит Бошу Ты не можешь продавать Бош Ну, я хочу тогда что-нибудь делать Нет Как? Вот так Нельзя Как нельзя? Вот так Ну, а получишь иск в суд То есть весь мир поделенно разбит на интеллектуальные активы и их следствия в виде технологий И все это принадлежит кому-то И нельзя ничего делать без разрешения тех, кому это принадлежит То есть психолог, закончивший психфакт, не может быть психологом до тех пор, пока он не начинает что? Исповедовать какую-то из школу А технология школы принадлежит школе И поэтому как бы Начинается хождение по мукам То есть уплачивание финансовых средств За то, чтобы человек имел плаво эксплуатировать ту или иную технологию Вот обратите внимание на интересный момент Есть такая церковь в саентологии Еще пять лет назад Ихние материалы в сети интернет было достать очень сложно Сложно Очень сложно Их приходилось покупать за бешеные деньги И сейчас вся саентология в полном объеме есть в интернете В асторантов Их можете скачать Ну и что толку От того, что вы скачаете Вот правду говорю Вы скачали Все выучили Великолепно Ну попробуйте напишите Напишите саентологический центр То есть технология Рона Хаббарда Принадлежит церкви Саентология И так сказать Нельзя То есть мы подходим к вопросу Который, в общем-то Стоит краеугольным камнем Этот вопрос говорит А что же можно А можно самому создавать активы И их продвигать Это можно Их использовать в работе Это можно А чьи-то брать нельзя Запрещено категорически Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!